Летние месяцы в пунктах пропуска. Горячая пора для сотрудников пограничной группы. Тысячи людей пересекают границу. Нагрузка на службы контроля максимальная. Некоторых приходится разворачивать из-за недействительных паспортов, а кого-то ловить вдали от пунктов пропуска. К слову, в усиленном режиме белорусские пограничники несли службу весь июнь. В стране проходили вторые европейские игры. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова узнала, как работали пограничники во время спортивного форума. Сложно ли держать границу на замке и какие цели чаще всего преследуют нарушители пограничного законодательства. Во время проведения вторых европейских игр белорусскую границу в пункте пропуска Новая Гута пересекли сотни иностранных туристов. Часть из них стали гостями или непосредственными участниками спортивного форума. В пунктах пропуска для прохождения контроля создали максимально комфортные условия и выделили отдельный канал. На нем осуществлялся приоритетный пограничный контроль для гостей страны. Нужно было лишь показать билет или аккредитацию на мультиспортивный форум. На данный момент продолжаются работы по совершенствованию инфраструктуры пункта пропуска. В частности, касаемо имеющейся системы телевизионного наблюдения, увеличивается количество камер, минимизируется число зон в пункте пропуска, которые не были бы охвачены секторами обзора камер. Проводятся мероприятия по вводу и опытной эксплуатации новых образцов техники. В частности, стационарных автоматических обнаружителей взрывчатых веществ, наркотических веществ. Во время форума происшествий зафиксировано не было, но периодически они все же случаются. Вот, например, вдоль границы идет женщина с двумя пакетами. При виде патрулей она пытается убежать в лес, но не успевает, ее задерживают. А на этой оперативной съемке видно, как автомобиль въезжает на досмотр. Через несколько минут пограничники найдут подозрительные бутылки с вином. А далее один из уже ныне осужденных предпримет попытку разбить сосуд, как потом окажется с растворенным в вине кокаином. Помогают в поиске запрещенных средств служебные собаки. Кинологи работают с определенными породами. Чаще всего это немецкая или бельгийская овчарка, лабрадоры, терьеры. Важно, чтобы пес не боялся машин и людей, а также был уравновешен и четко выполнял команду инструктора. Если собака на границе укусит человека, это будет ЧП. У лабрадора Джесси пока в карьере крупных находок нет. Работа для нее здесь сродни игры. Только ищет она не мячик. За четыре года работы ни разу находила запрещенные вещества. Оставляли люди у себя и в автобусах, и в легковых транспортных средствах. Поэтому результаты есть. Как и все лабрадоры, это игривая собака. Как бы еще ребенок на протяжении всей своей жизни и службы, они остаются детьми. И работать с этими собаками очень легко, потому что добродушная, любит детей. Не боюсь, что она кого-то где-то может укусить, либо окинуться. Очень спокойные собаки в этом плане. Оптимальный вариант. Я считаю, для работы на границе это оптимальный вариант. Вдоль территории сухопутных границ работа также идет полным ходом. Кинологи с собаками регулярно патрулируют окрестности. Пересечь рубеж и остаться незамеченным не удастся никому. Служебные собаки способны учуять след нарушителя в течение нескольких часов. В основном используются бельгийские овчарки, немецкие овчарки. Также используются метисы. Это помесь бельгийские и немецкие овчарки. Почему используются такие собаки? Потому что они характеризуются хорошей работоспособностью и выносливостью. Собачка должна проходить не менее 4 часов. По километражу должна проходить не менее 5 километров. Должна работать в любую погоду, в жару, в холод, в дождливую и ветровую погоду. Погранзаставы представляют из себя ультрасовременные комплексы и буквально усыпаны специальными датчиками. И тем не менее находятся смельчаки, которые пытаются нарушить пределы государств в неположенном месте. За последних полгода на участке заставы было задержано 4 человека, пытавшись незаконно пересечь государственную границу. В 90% нарушений люди ставят цели перед собой в поисках лучших условий жизни, либо же посещение родственников на территории с определенного государства. Отдельная категория граждан – это те, кто живет в приграничной зоне. Местные с порядком знакомы и не нарушают. А если к ним приезжают родные или друзья, предупреждают, чтобы границы не подходили. В случае, если гость впервые нарушит порядок, пограничники проведут с ним профилактическую беседу. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов. Специально для программы «Де-факто». Субтитры создавал DimaTorzok